Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видеоурок. Желаем вам успехов! Здравствуйте, ребята! Тема нашего сегодняшнего урока – повторение. Одна и две буквы «н» в суффиксах разных частей «ич». Мы с вами сегодня систематизируем правила написания одной и двух букв «н», выработаем навык определения именных и глагольных образований, постараемся научиться определять правильность написания одной и двух букв «н». Итак, чтобы не ошибиться, в написании одной и двух букв «н» в суффиксах надо первое – правильно определять часть речи. Второе – правильно определять, от какого слова образована данная. начнем с отымённых прилагательных, то есть тех, которые образованы отыменными существительными. В них может писаться одна буква «н» и две, в зависимости от того, какой суффикс мы присоединяем к основе существительных. Если это суффиксы «ин», «ан», «я», то одна буква «н» пишется в таких словах. Муравей – муравейный, орёл – орлиный, масло – масляный, серебро – серебряный, рожь – ржаной, таска – до щеной. Помним о бессуффиксных прилагателях «синий», «зелёный», «свиной», «вороной», «яный», «юный» и, конечно же, слово-исключение «ветреный». Но помним, что если к слову «ветреный» добавить приставку, например, «без», то наличие приставки уже будет говорить о том, что в этом слове мы пишем две буквы «н». Две буквы «н» в отымённых прилагательных пишется в том случае, если мы к основе существительного присоединяем суффиксы «ен» или «он». Пламя – пламенный, безветренный, пишем две буквы «н» и «н». Помним об этом. Пенсия – пенсионный, авиация – авиационный. Также две буквы «н» пишем, если основа оканчивается на «н» и добавляем к основе суффикс «н». Например, «макароны» – макаронный, «камин» – каминный. И, конечно же, не забываем об исключениях. Это «оловянный», «деревянный», «стеклянный». Будьте внимательны, когда мы говорим с вами о подоглагольных прилагательных. Вспомните, что в отличие от предчастия, от глагольных прилагательных образованы глаголы несовершенного вида, они не имеют приставок, у них нет суффиксов «ово», «ево» и у них нет зависимых слов. Вспомните, что всегда мы в них пишем одну букву «р». Например, суффиксы «ен», «ен», «ен» имеются в следующих словах. Солить соленый гриб, мороженое мясо, ломаная линия, тушеная рыба, утоный ход. Не забываем об исключениях. Нечаянный, нежданный, негаданный, священный, медленный, неслыханный, невиданный, желанный, деланный, ленчанный, лилеянный, медленный, штукатуренный, слышанный, вставленный, черпанный, чванный и, конечно же, чеканный. Теперь причастие. Причастие образуется от глагола совершенного вида «могу» с приставками или «безги». У причастия есть зависимые слова и есть суффиксы «ово», «ево». В причастиях всегда пишутся две буквы «н». Это вы знаете из учебника на девятый класс. В причастиях мы выделяем суффиксы «ен», «ен» или удвоенное «н». Мы сами говорим о страдательных причастиях в прошедшем времени. Итак, приставка. Наличие приставки говорит о том, что здесь будет писаться две буквы «н». Повторяю. Кроме приставки «н». Например, посоленный гриб, замороженное мясо, изломанные линии, потушенная рыба, запутанный ход. Совершенный вид без приставки. Пример. Решенный две буквы «н», потому что совершенный вид от глагола «решить». Купить. Что сделать? Совершенный вид без приставки. Значит, купленное пальто будет писаться с двумя буквами «н». Простить. Что сделать? Совершенный вид. Прощенная ошибка будет писаться с двумя буквами «н». Пленить. Что сделать? Плененный вождь, например, тоже мы пишем с двумя буквами «н». Как всегда, исключение. Раненый солдат, крещённый ребёнок. «Но» израненый солдат, слово с приставкой пишем двумя буквами «н». Раненый в бою, зависимое слово, пишем две буквы «н». Крещённый недавно, ребёнок, недавно, зависимое слово тоже пишем двумя буквами «н». Приставка «н» на количество «н» не влияет. Посмотрите. «Косить». От слова «косить» образуем от глагольной прилагательностью. Кошенный и некошенный рук – это от глагольной прилагательностью. И в том и другом случае мы пишем одну букву «Н», потому что не влияет на удвоенное «Н». Но если мы добавим сюда приставку «скошенный» или «нескошенный», то это слово будет уже не от глагольного прилагательного, а при части на нем будет писаться две буквы «Н». «Непрожаренное мясо» от глагола «прожарить». «Непрожаренное» здесь помимо приставки «нет» есть еще и приставка «про». Поэтому «непрожаренное» будет писаться двумя буквами «Н». А «нежаренное» – с одним. «Неслащенный чай» приставка «не» не влияет на удвоенное «Н». Пишем одну букву «Н» от глагольных прилагательств. А если бы было еще помимо приставки «благо» еще другая, например «от», тогда «непрожаренный чай» мы бы написали две буквы «Н». Запоминаем о том, что есть слова трудные, такие как «смышленый», «названный брат», «посаженный отец», «преданное», «конченый человек», «опрощенное воскресенье», «названный брат». Так вот, если у нас встречаются эти слова, пишется одна буква «Н», если употребляются только с этими существителями, они приобретают вид устойчивого сочетания. Но если будет, например, так прописано, «названный в честь отца», это будет уже полное причастие с двумя буквами «Н». «Посаженное растение» мы напишем уже с двумя буквами «Н». «Наличие зависимых слов». Помним о том, что зависимые слова только у причастия, пишется всегда с двумя буквами «Н». «Сильно соленый суп», то есть соленый суп мы пишем с одной, но сильно соленый суп мы пишем с двумя. «Мороженое вчера мясо» – зависимое слово, поэтому две буквы «Н». «Тушеное с луком рыба» – с луком зависимое слово, пишем две буквы «Н». «Вареные в мундире картофель» – две буквы «Н». «Не раз чиненная одежда», «чиненная как не раз или когда не раз», пишем с двумя буквами. Причастие с суффиксами «Ова-Ева». Здесь вид глагола не имеет значения. Например, «мариновать несовершенный», «маринованные опяты» пишем с двумя буквами «Н». А слово «отвоевать» – совершенного вида. И в слове «отвоеванные», например, «земли» мы пишем тоже две буквы «Н». Помним про исключение. «Кованый», «жеванный». Но, обратите внимание, «злато-кованный» есть второй корень. Наличие второго корня на удвоенное «Н» не влияет. «Подкованный конь», «прожеванный пирог» – это не исключение. Мы пишем здесь две буквы «Н», потому что есть приставка. «Кованый утром конь», «тщательно жеванный пирог» – это не исключение. Пишем две буквы «Н», потому что здесь есть зависимое слово. Теперь поговорим о кратких причастиях. Краткие причастия пишутся всегда с одной буквой «Н». Засеянный. Поле засеяно. Одна буква «Н». Прочитанный. Книга прочитана. Краткое причастие. Забронированный. Место забронировано. Одна буква «Н». Краткое причастие. Дрессированный. Код дрессирования. Одна буква «Н». Тоже краткое причастие. Наречие на «ОЕ». В них пишется столько же «Н», сколько в слове, от которого образовано. Шел медленно. В слове «медленный» две. И в наречии «медленно» пишем две буквы «Н». Выглядишь юно. В слове «юнный» без суффиксной прилагательной пишется одна буква «Н», в наречии тоже одна буква «Н». Печатся «бешеный». «Бешеный» прилагательные в слове «бешеный». В слове «бешеный» значит пишем тоже одна буква «Н». Не нужно путать краткие причастия с краткими прилагателями. Итак, краткие прилагательные. В них пишется столько же «Н», сколько в полном прилагательном. Утро «туманно» от слова «туманно». В поле «зелено» от слова «зеленый». «Пошью» от слова «юнный». Имена существительные. Пишется столько же «Н», сколько в слове, от которого образовалось. Утонченность. От слова «утонченный» от причастия пишем две буквы «Н». «Нефтяник» от слова «нефтяной», где пишется одна буква «Н». Значит, слово «нефтяник» пишем с одной буквой «Н». «Масляница». Одна «Н», потому что в слове «масляный» в глагольном прилагательном тоже пишется одна буква «Н». Вот примеры слов, где одна «Н» относится к «оню», другая к суффиксу. «Поленица» от слова «полена». «Ценник» от слова «цена». «Целинник» от слова «целена». Есть много слов, где нужно запомнить написание одной буквы существительной. Посмотрите на них. «Гостиница», «гостиная», «труженик», «мученик», «ветренник», «варельник», «бессребренник», «удреница». В слове «масляный» мы можем написать и суффиксиен, и суффиксиен в зависимости от значения. Если у нас такие словосочетания, как масляный крем, масляное пятно, масляный насос, то есть слово имеет значение такое, состоящий из, работающий на, содержащий, например, масляный крем, тот крем, где есть масло. Масляное пятно, состоящее из масла, масляный насос, работающий на масле, то это будет суффикс «ян» от именного прилагателя. Пишем с одной буквы «н». Также и суффикс «ен», обратите внимание, мы пишем с одной буквы «н». Здесь другое значение. Масляная каша – сдобренное маслом. Масляные блины – пропитанные маслом. Поэтому здесь мы будем писать «ен». Но если у нас будет зависимое слово «густо масляные блины», при части зависимого слова, то мы напишем с двумя буквами «н». А вот теперь давайте проверим, насколько хорошо вы усвоили данный материал. Предвали два столбика слов, по 12 в каждом. Ставьте, запишите эти вставленные буквы, одну или две буквы рядом с цифрой. Потом проверим, насколько хорошо вы выполнили изученный материал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, что у вас все получилось. Итак, в качестве домашнего задания предлагаю следующее. Попробуйте составить словарный диктант на тему 1 и 2 буквы на своих сахаристов частей речи. 25-30 слов. И запишите эти слова, продиктуйте их своим родственникам, братьям, сестрам. Потренируйтесь в правильном написании 1 и 2 буквы «н». Но если это вам задание кажется слишком простым, попробуйте составить связанный текст на тему «мой город», «сироли», «поселок» в объеме 10-15 предложений, включив в него слова с одной и двумя буквами «н». Выберите для себя то задание, которое вам нравится больше и поработайте с ним. Итак, ребята, я вам желаю при написании слов в сухексе 1 и 2 буквы «н» никогда не допускать ошибок. Будьте внимательны. На этом наш урок закончился. Всего доброго!